Приветствую всех, дорогие мои зрители! И для новых подписчиков я хочу напомнить, что меня зовут Татьяна. В общем, после длинного, долгого отпуска я вновь появилась на моём канале. И сегодня я вам хочу рассказать про ароматы, вы видите их здесь, которые я любила носить этой зимой. В общем, эти ароматы мне нравились тем, что они прекрасно благоухали, оставляли шикарный след и, как говорится правильно, оставляли после себя длинный шлейф. И действительно, эти парфюмы были очень-очень приятными в носке. Они не раздражали меня, не отталкивали, ни разу не было такого, чтобы мне хотелось, как говорится, удалиться на денёк или на два вот этих парфюмов. Если я удалялась, то только потому, чтобы мне хотелось сменить какой-то аромат. Только по этой причине. И также я приготовила несколько парфюмов, которые я хочу вам посоветовать на весну, которые очень прекрасно будут носиться в весеннюю погоду. После зимнего периода, когда, ну, может быть, в холодных краях, как Россия, Украина, в общем, в таких зимних климатах, может быть, эти ароматы не будут так раскрываться, как раскрывались в тёплых странах, то есть, как Италия. Потому что климат — это очень важно. И очень-очень даже надо брать на заметку тот период, ту погоду, в которой носится аромат. Например, я являюсь парфюмерным блогером, ношу парфюмы в стране Италия, где практически нет снега, нет холода. Я мельком увидела несколько снежинок этой зимой. У нас, в общем, тепло, солнце светит, как вы, наверное, видите в кадрике. И зима была очень тёплой, влажной, и практически не было ветра. В общем, вот такой вот климат в Италии. Ещё мне хочется добавить, что в Италии повышенная влажность. И, может быть, вот те ароматы, которые я вам сегодня покажу, и про которые я вам сегодня расскажу, они очень хорошо носятся в влажную погоду. Итак, давайте приступим для начала к парфюмам, которые я носила. То есть, сделаю такой маленький отчёт. В общем, вот этот замечательный парфюм, lovely day, извините за мой английский, в переводе на русский прекрасный день. Прекрасный день. Ramon, Monegal, Барселона. Вот такой замечательный флакончик. Хочу вам показать. Он действительно красивый, можно сказать, даже и весенний аромат, но я носила его зимой, и он мне очень нравился. Хотя я хочу сказать то, что аромат является унисексом, но, на мой взгляд, он лучше всего подойдёт мужчинам. Так что, если мужчины ищут для себя какой-то очень красивый, такой воздушный, можно сказать, прозрачный, весёлый, элегантный, можете присмотреться к этому парфюму. И ещё один аромат, который мне нравился носить зимой. Мне нравилось носить зимой. Прошу прощения за то, что иногда я ошибаюсь, но это нормально. Давно не снимала. И «Версачи» от «Версачи». То есть я произносить название не буду. Вы уж как-то читайте сами, потому что иногда люди хотят поправлять, от нечего делать, понимаете? Так что я решила, нечего мне делать, чтобы вот это вот коверкать, вот это вот название. Ну, аромат прекрасный. Естественно, все названия этих парфюмов, которые я вам показываю в этом видео, вы можете спокойно прочитать внизу под видео в инфобоксе. Такой яркий, прозрачный, поднимает настроение. Я бы не сказала, что это озоновый парфюм, но есть некая такая, знаете, как бы водяная, какой-то водяной цветок. Он какой-то водяной. И расчленить его я не могу, потому что этот парфюм очень красиво звучит в одном целом. И для меня этот парфюм водяной цветок. Водяной, свежий, такой холодный цветок. Белый, не красный. В общем, и вот этот парфюм от Кристиан Диор. Я тоже пробовала его носить. Конечно же, я его очень мало носила, из-за того, что вижу, что он у меня очень быстро уходит. И мне его стало жалко. Поэтому я его стала редко носить. Хотя мне очень нравился и нравится вот этот парфюм. Он тоже какой-то прозрачный, водяной цветок. Яркий, оставляет шлейф. Он не раздражает окружающих. И, впрочем, не раздражает и меня. Нравится. Есть там вот какой-то такой легкий, прозрачный намек на жасмин. Но я бы сказала, что это водяной жасмин в розовом цвете. Вот. Давайте пофантазируем. Что-то вот такое. Это у нас Джой, туалетная вода. Название я оставлю внизу под видео. И что бы я хотела носить ранней весной? Естественно, в первую очередь это аромат от Гучи. Называется парфюм Энви. Это винтажный парфюм. Его практически уже не найти. Но если вам удастся, вы можете его приобрести. Если вы любите рисковать, а если же нет, то нет. как говорится. Но про эту красоту я говорю каждую весну. Ой, он такой зеленый. Для меня он благухает свежим таким, знаете, озоновым зеленым садом, листья. Больше я ничего о нем говорить не буду. Я очень много снимала видео про этот парфюм. Но должна признаться, что это мой must have на весну. На каждую весну. Я его немножечко поношу, потом отставляю, чтобы мне было надолго его, то есть чтобы мне хватало его надолго, потому что у меня здесь маленький объем, 30 миллилитров, это туалетная вода, и берегу как зеницу ока. а вот этот аромат я тоже люблю носить в прохладную погоду. Я его не носила зимой, как-то он не очень шел, но я его буду носить весной, мне он очень нравится, как он раскрывается в весеннюю погоду, в раннюю весну. в общем тоже красивый парфюм. И сегодня мне хотелось еще вам показать два аромата от Эли Сап. В общем это у меня туалетная водичка, а это у меня парфюмированная водичка. Объем 90 миллилитров и объем 90 миллилитров. В общем вот такие два аромата, которые у меня еще запечатанные. Этот я не буду распечатывать, но я уже себе представляю, что он очень красиво будет благухать весной, я в этом уверена. Но пока мне его почему-то не хочется открывать, как бы не лежит душа, пока нет. А вот этот аромат я уже давным-давно хочу распечатать, хотела носить его этой зимой. Я уверена, что он очень красиво благоухает в зимнюю итальянскую погоду. Только я его не открывала. Причина в том, что я хотела открыть этот парфюм вместе с вами. Я не хотела открывать его одна, поэтому я терпела, ждала этого момента и наконец-то я дождалась. Сейчас я это хочу с вами сделать. Мне он так нравится. Я когда гуляю в центре города, захожу в какой-либо парфюмерный магазин, я всегда себе наносила на запястье вот этот аромат. Тестер имеется ввиду. как красиво. Смотрите, какой красивый цветочек. Доносится аромат. Вау! Прелесть! Флакон шикарный. В комнату пробиваются прямые лучи солнца. Я на несколько минут задержу этот флакончик на этих лучиках, да, чтобы побаловаться немножко, поиграть. Смотрите, какая красота! Вот как не любить ароматы, как не любить красивые флаконы. Вау! Прелесть! Миндаль, такой сладкий, сладкий миндаль. Я его полюбила из-за этого красивого сладкого миндаля. Но там не только миндаль, там еще и цветы. Но он, конечно, немножко рисковат вначале. Давайте его. Красота! Сладость! Кто любит вот такие сладкие? Но это не гурманный, это такой сладкий миндальный вначале. Вот такая миндальная пудра. Потом, конечно же, вот эта интенсивная сладость уходит. Лично на мне он долго вот этот интенсивный миндаль не благоухает. Через некоторое время эта сладость уходит и он становится таким приятным и более цветочным. Красота! Вау! Красивый аромат. Вот сегодня я начну носить вот этот замечательный парфюм. В общем, день начался красиво и вот этот аромат мне однозначно поднимет еще больше настроение. У меня здесь бижутерия и, как правило, не полагается наносить парфюмы на бижутерию, потому что можно очень быстро испортить. Поэтому так как у меня свеже вымытые волосы, чистые волосы, я буду делать вот так. Такой вот дождик. Покупайся в таком дожде. На этом, дорогие мои, я буду заканчивать мое видео. надеюсь, что это видео вам понравилось и если вы заметили звук изменился, тот, кто меня уже давным-давно смотрит, может быть заметил это, потому что я снимаю видео под микрофончик. Конечно же, я купила камеру для того, чтобы снимать качественное видео, но я пока еще не умею ей пользоваться. микрофончик почему-то не подходит к моей камере, надо еще микрофончик приобрести. В общем, надо сделать красивую картинку моих видео, потому что всегда приятно смотреть на красивых людей, на красивый и приятный голос, а также на красноречивую речь и так далее. Поэтому я с нового года занялась моим здоровьем, поэтому я не снимала видео, потому что было у меня очень много личных дел. Еще хочу сказать, что я хочу сделать много чего и хочется мне улучшения, то есть красивее, лучше. Ну, как-то у меня, знаете, вот появилась такая вот жажда, жажда хотеть, иметь, делать, продолжать, улучшать и так далее. Такой вот есть стимул в жизни, появился стимул в жизни. Чувствую я себя очень хорошо, даже слишком хорошо. Хочется бегать, хочется даже заняться спортом. Ну, в общем, активная жизнь у меня сейчас. И сегодня у меня было прекрасное настроение для того, чтобы снять это видео, потому что я думаю, что позитивная энергия вам нужна, так как и мне ваши позитивные комментарии. на этом я буду с вами прощаться, дорогие мои. До скорых встреч. Пока-пока, с вами была Татьяна. Редактор субтитров Татьяна.